всем привет блендер 281 и в этом ролике хотелось просто именно заанимировать шахматы давайте по бери кому все это по простому сделаем и так куб нам не понадобится делить семерка на нам падет shift а мэш добавляем план n панель сейчас скринка скейк включу чтоб вы видели что я нажимаю вот в этом углу теперь будет видно ну и загрузим новую текстурку нажимаем опять же иметь иметь текстур нажимаем папку нажимаем десктоп рабочий стол и просто давайте шахматы подгрузим вот эту текстуру импорт переключимся вот на эту функцию рендера немножко подождем немножко под зависнет не без этого так теперь камеру свет можно отключить выбираем немножко все это дело растягиваем где-то вот так тройка на нампаде все это дело можно перекрутить вот так и оттянуть назад вот таким вот образом подставить единица на нам одином под правой рукой есть там цифры плюс минус enter 0 ну короче выбираете там теперь нам нужен конь эти я уже сделал не умея уже находятся в папке мысли на рабочем столе ну а теперь как будем делать выбираем shift а мэш выбираем план переворачиваем теперь эйдит мод семерка на нампаде ставим вершины выбираем одну вершину через shift и левый клик снимаем с выделение длит вертекс и выбираем вершину и g английская подставляем ее центру единица на нампаде в принципе все нормально стало немножко можно подкорректировать g вот приподнять ловим центр ну а теперь английская е и все это дело потихоньку так вот эксподируем так здесь нам понадобится только вот эта вот площадка от коня коня я проделывать полностью не буду так семерка на нампаде английская а все выделяем и на всякий случай я сохранюсь потому что я сейчас ролик пишу и бывает вот вылетает блендер вот при этой операции save as я на рабочий стол все это дело просто сохраню файл мне этот потом не понадобится он чисто для ролика ну а теперь спин открываем и посмотрим вылетит не вылетит тянем вот за эту за этот плюсик и в любую сторону все это дело выкручиваем теперь цели к бокс и получается нас вот такая площадка так и дит мод object мод прикольно получилось давайте и теперь я опять же сохраню экспорт в формате общ на рабочий стол и назову площадка enter еще раз enter так единица на нампаде и давайте сделаем коня конем тут попроще как нибудь сделаем опять же shift а выбираем наш выбираем план переворачиваем так вот это можно переименовать или в принципе можно ее удалить или она нам не понадобится потом все подгрузим так выбираем план опять же object мод эдит мод вершину одну выбираем и и лид вертиксы выбираем вершину жмем так на середину вставим вот сюда вот так g мертон а нампаде подгоняем по центру теперь единица на нампаде и g или с помощью мог можно приподнять так что будем делать а будем делать мы вот такую штуку так поближе поставлю что вы видите получается нам нужно сделать и экстрагирование где-то вот сюда вот так вот и прогоним ее чисто визуально потому что повторюсь коня я делать полностью не буду делаем пока голову чисто визуально так вот здесь вот зубы можно их конечно сделать вот таким вот образом ну потом их нужно будет много корректировать немножко вот так ответ уже control z я не туда повел ctrl z ctrl z ну и жмем е вот так намечаем полностью коня лапшать и подводим вот этой вершине эту вершину и через шифт выделяем и правой кнопкой мыши по прошлым роликам все вот это мерш вертикал с alt центр объединяем так что у нас получилось единица на нампаде кройка на нампаде английская а и можно и можно помощью вот мов и клавиши е все это дело немножко так вот вытянуть вот такая штука теперь выбираем а и можно английскую f все закрыть вот таким образом так теперь так теперь лошадь вроде намечена в принципе что еще можно сделать это вот резкой поработать единица на нампаде и берем английская а выбираем вот эту вершину и вот эту вершину делаем enter так что тут еще вот теперь английская вот эта вершина так ctrl z бывает не без этого так ctrl z c выбираем и вот находим вот эту вершину и с этой вершиной соединяем enter теперь выбираем полигоны выбираем вот этот полигон допустим вот этот вот этот и вот этот внутренний в принципе все их выбираем и можно сделать s так что м вот таким вот образом теперь можно вновь выбрать порционную какие тоpage вершиной вот эти в эти вот эти это будет нос так ну и вот эти тоже наверное так вот эту тоже вот и вот эту ну вот эту тоже ну вроде выбраны все вот она еще одна внимательно короче смотрим так вот это не надо и теперь вот этому всему делаем как бы с вот так теперь выбираем эти вершины и вот эти вершины 2 выбираем с ну и то же самое с челюстью с нижней делаем с делаем мы словом не без этого все тут на корректировать стоянно это все отводить выводить что тут такое так но я думаю принцип понятен да и вот эти если мы сейчас с помощью ножа объединим вот эту вершину и вот эту вот эту вот это ребро нужно выкачивать вот эту вот эту вот это ребро нужно выкачивать джи вот вот так вот так вот эту джи можно назад вернуть сюда ну и тут словом режем добавляем уши нос всякие там гривы давайте давайте вот еще с растянем вот так и сделаем гриву так выбираем полигоны в смысле ребра и выбираем лупкат немножко порежем вот здесь и где-то здесь выбираем полигон и вот этот вот этот перешив ты левый клик вот так и делаем мов е селчок джи вытягиваем и вот эти полигоны сюда ну такой в принципе вот так получается конь тут нужно с ним конечно поработать где-то повторюсь тут уши и сгладить добавить но все не суть вопрос все это нам дальше уже не надо да главное чтоб конь был именно в шахматах пусть даже такой страшный так теперь что у нас тут есть вот этот план этот мы делить он тоже обжигнут план вот этот билет и импортируем сюда принцы даже не импортируем нажмем shift а и жмем мэш пан вот таким вот образом в прошлом ролике я показывал как все здесь разбивать раскрашивать не будем опять же долго заморачиваться делаем вот таким образом открываем материалы добавляем имидж текстур и просто подгружаем текстуру которая уже шахматная доска все вот она есть в принципе пойдет выбираем коня добавим ему текстуру допустим это будет ну пусть он будет черный вот так и так давайте доску сделаем и мир чуть побольше делаем с помощью и откорректируем погнали от конь есть и добавим ему теперь так файл импорт обж площадку так что тут не так вот но и вот эту площадку так делит так контрол д контрол и делит верт все нормально и теперь мы ему вот этот удалим материал материал или выберем черный и сижен применить так теперь подкорректируем немножко подведем к верху немножко выровняем по центру это у нас что тут получается тройка ну и немножко можно с сделать ну а теперь их объединяем и делаем контрол джей так н почему-то скрин каски и вылетел н ну вот есть у нас прицельный конь делаем с с теперь семерка на нампаде пока его поставим где он должен стоять а стоять он должен так вот тут вот семерка на нампаде и сделаем перекрутку вот так как то вот таким вот образом ну и погнали теперь семерка на нампаде колесико целикбокс и импортируем уже остальные и ну и все вот так вот и все и и все что ну а теперь делаем так вот шифт д, щелчок продублировали шифт д, щелчок продублировали теперь шифт д, щелчок продублируем шифт д, щелчок продублируем ну а теперь про шифт д вот такая вот получилась штука теперь семерка на нампаде и через шифт или просто можно давать так вот план это доска энтер переименуем этот план это все планы у нас можно переименовать переименовывать король там ферзь это у нас будет ферзь а это кто у нас и это тоже будет ферзь так, ферзь 1, ферзь 2, все дублировано давайте вот так теперь выберем через шифт тароль и вот этих всех поубираем и через шифт дублированных делаем шифт д, щелчок и делаем переворот вот так вот подгоняем, устанавливаем выберем теперь материал будет это теперь белый ну не чисто белый чтобы его видно было так сероватый вот где-то до вот такого оттенка и так получилось вот такая шахматная доска ну теперь давайте попробуем немножко все это дело заанимировать делаем шифт а находим арматуру сингл бон вот таким вот образом выбираем ее делаем с семерка на нампаде и подставляем ее к какой-нибудь пешке смотрим чтобы она не была маленькая чтобы ее было опять же видно делаем побольше давайте чтобы порчало с выбираем вот эту вот пешку сначала теперь выбираем кость и делаем ctrl пи и автоматик выклик ну и так вот продолжаем теперь делать дальше теперь делаем шифт d щелчок на эту пешку так семерка на нампаде немножко подкорректируем чтобы они симпатичнее так поровнее были сюда вот так вот и вот сюда делаем теперь выбираем косточку шифт d ну в принципе хватит теперь можно вот так вот сделать выбираем все вот эти косточки и делаем шифт d щелчок с помощью чумов переносим где-то вот к этим костям так ну и какая не попала подкорректируем не без этого ну а теперь вот нужно их привязать это привязано выбираем вот эту вот эту ctrl пи будет автоматик выбирать эту ctrl пи вот таким образом можно потом вставить во все вот эти вот наши фигуры вот эти кости ну и немножко давайте заанимируем так семерка на нампаде выбираем опустим timeline можно чуть-чуть поднять вот так выбираем вот эту косточку и вот так прописываем а и lock рот теперь выбираем вот эту косточку и перемен перемещаем кадр на 10 допустим так так колесиком крутим можно прибавлять колесиком вот этот timeline и смотреть сколько тут покадровка ну давайте пятый что там десятый пятый выбираем косточку передвигаем так сначала она может ходить на на два вот этих вот деления жмем а и lock рот и перетягиваем на десятый кадр выбираем вот эту допустим перетягиваем ее вот сюда и ставим а и lock рот ну и погнали сейчас мы им тут шахматную баталию устроим так теперь 15 кадр выбираем чтобы вот эту подстраховать пешку выбираем теперь вот эту пешку и передвигаем ее вот сюда жмем а и lock рот она двигает допустим давайте еще вставим косточки так снимаем выделение shift а вставим арматуру single bone выделяем делаем с побольше так семерка вот так вот вот так вот и коня поставим так что он тут но это слишком будет давайте портала просто шайба сверху вот переделаем семерка на нампаде делаем shift дублируем и передвинем допустим в этого коня вот так и shift д щелчок ну допустим в этого коня shift д щелчок и и этого коня не будем выпускать выпустим вот этого ферзя так чуть-чуть с и привязываем вот этого коня к этой кости ctrl p будет автоматик выйдет теперь вот этого коня вот этой кости ctrl p будет автоматик выйдет ну и этого коня ctrl p и ферзя ctrl p будет автоматик выйдет теперь вот смотрим так что пенца кто походил то так белый черный белый белый выпускаем коня это значит таймлайн передвигаем на двадцатый кадр выбираем коня и и жмем так ctrl z пардон выбираем эту фишку возвращаемся на пятнадцатый кадр раз мы только кости вставили жмем теперь а и локрот нужно все вот это прописать вот теперь если мы выберем коня таймлайн остается мы от него можем идти дальше а этого уже не будет здесь видно прописки вот этой ну и пишем теперь вот сюда его и вот сюда ставим защищаем королеву а и волк рот что тут еще теперь белый отвечает а что у нас у белых тут а у белых должна ферзя выйти ну выйдет тоже так семерка выйдет тоже конь только вот сюда вот так вот и только на двадцать пятом кадре вот вот таким вот образом а и локрот ну а здесь откроем дорогу вот этому ферзю передвигаем таймлайн на тридцатый кадр вот сюда ставим сюда а и локрот теперь передвигаем на тридцать пятый вот эта пешка должна съесть вот эту пешку и вот как это все пройдет сейчас посмотрим так вот эту пешку мы ставим вот сюда а это пешка типа уничтожена должна уйти вот сюда вот так на обочину а это должна вот таким вот образом стать пишем а и локрот смотрим что получилось так вот прикольно прям как в денди ну и теперь раз она убила тут вот может ее сожрать конь вот этот конь на что там будет на q на q 5 пишем пешку теперь с помощью мох убираем вот сюда коня коня подкорректируем чтоб ровно стал и пишем а и локрот ну а теперь что можно сделать белые ходят да здесь у нас семерка на нампаде конь в принципе бить нельзя было но для съемок пойдет пойдет так теперь 45 ставим вот сюда коня вот этого коня уводим вот сюда этого коня ставим вот сюда и пишем а и локрот смотрим теперь можем пешку убить и угроза туре у нас король джахнет нужно подстраховать а он выпускает туру а вот здесь уже прописку можно сделать поинтереснее допустим g вот сюда так сейчас покадровку чуть чуть больше прибавить и здесь почаще допустим сделать кадр что тут такое 45 вот 46 допустим можно сделать он будет передвигаться вот сюда пишем а и локрот потом потом следующий кадр передвигаем жмем g так ctrl z 7 7 на нам паде жмем g передвигаем сюда а и а и и локрот выбираем опять перзем g и передвигаем вот это вот сюда так это уже будет на 48 кадре г g а и локрот ну словом вот такой принцип анимации шахмат и давайте посмотрим что тут получилось так колесиком уменьшим таймлайн снимем выделение таймлайн можно немножко опустить оставить угол как и вот так все хоп 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 движуха пошла выбираем пешку или а так а не получается 48 ну в принципе получается здесь вот делаем на таймлайне выбираем и делаем с вот штука нужно поставить на первый кадр вот этот ползунок и от него теперь если вы видите как прибавляется все будет медленнее прикольнее это слишком быстро хотя бы давайте сделаем 100 кадров вот теперь вы видите что более менее медленно все это движется все прикольно настраиваем следующим образом ставим 100 кадров enter и выбираем настройку света так снимаем выделение находим так лифт свет находим сам лифт ставим теперь солнце и ставим где-то 5000 не многовато пойдет подбираем свет так как то вот так вот и как g в бок и будем снимать с этого бока свет тут хорошо падает выбираем теперь камеру включаем находим теперь саму камеру выбираем угол семерка на нампаде g перетягиваем вот сюда r подкручиваем 0 на нампаде смотрим g корректируем немножко r подправим как то вот так о теперь заходим в функцию вот в эту функцию render и ставим рабочий стол desktop accept и ставим формат не png а mpeg потому что будем видео записывать что еще можно сделать находим лифт тени нам нужны по любому вот свет можно чуть-чуть так если приглушить черные будут плохо ну как то так вот семерка на нампаде и попробуем g как то светом поиграть 0 на нампаде прикольно но темно r вот так g поднимаем кверху и немножко r 0 на нампаде и вот теперь будет нормальный вид ну все теперь пишем рендер нажимаем рендер рендер анимации всем пока до свидания и и и и и